Илья, какие лучше, как думаешь, вот эти или вот эти? Ну, ваши эти нашеиные украшения, смотря какой повод, давай так. Какой повод? Радоваться и радовать окружающих. Ну, тогда розовенькие бери, если детство играет еще в крови. Я думаю, надо спросить у профессионала, а то я что-то как-то тебе не доверяю. У нас в гостях аналитика революционной моды Анастасия Фисенко. Доброе утро. Доброе утро. У меня первый вопрос. Какие лучше? Я сегодня за формулировки. Что значит аналитик? То есть аналитика это мы собираем информацию и куда-то в будущее заглядываем. Совершенно верно. Просто как это можно спрогнозировать в плане ювелирных изделий и нашеиных? Все ювелирные тренды, тенденции, точно так же, как и модные, они вытекают из социальных трендов. То есть это просто социология, различные науки, которые изучают те изменения в обществе, которые максимально сильно влияют на самые значимые сферы в жизни человека. И когда они замечают в этих важных сферах изменения, которые имеют одну и ту же природу, они начинают изучать их, описывать. И потом мы их перекладываем на модные тренды, ну и, соответственно, на ювелирные. Но получается, как в моде, это все цикличное и возвращается периодически к нам? Есть цикличные тренды, да, есть прямо линейные, прямо направленные. Ну, например, цифровизация, да, это такой мощный тренд, который есть во всех жизненно важных сферах жизни человека. И он точно так же попал и в определенные моменты, и в моду, и в украшениях. Каким образом? А есть цикличные, например, серьги Конга, их носил первобытный человек, серьги Кольца, или Бусы, например. А вот с цифровизацией как вот это связано? Ну, например, мы все носим трекеры, и они очень часто делают вид, что они браслеты или брошены, но на самом деле выполняют функции отслеживания каких-то механизмов. О, кто бы узнал, да. Ой, и вот там много чего есть. Так, а 22-й год, какие тренды? Не люблю этот вопрос, сейчас объясню почему. Потому что есть тренды мировые, есть локальные. И даже внутри одного города мы можем говорить о том, что тренды в разных тусовках будут разные. Например, в институте на кафедре, где учатся архитекторы, будут одни тренды, и одни будут украшения носить. Ну, а, например, в администрации города будут совершенно другие тренды, и там будут носить другие украшения. То и другое является трендами, и ориентироваться можно абсолютно на все. Поэтому я затрудняюсь ответить на ваш вопрос. Ну, а вот бывает такое, что-то модное появляется, и его так много, что невозможно это не замечать. Вот есть ли какая-то такая вещь, которую сейчас все носят, и это супер. В украшениях это не так ярко выражено, как в одежде. Потому что тренды, которые существуют в украшениях, они переходят из сезона в сезон, из года в год, из десятилетия в десятилетие. Я даже с уверенностью могу заверять, что из столетия в столетие. Цепи, например, как носили всегда, так и будут носить. Серьги некоторые, конструкции или механизмы застежек, они не меняются. Вставки, материалы, из которых сделаны украшения, столетиями не меняются. Поэтому здесь вот такого чего-то ярко выраженного, чего не было в прошлом году, и вдруг вот оно сейчас появилось. Но вот в этом году такого нет. Закройте боль большинства мужчин. В чем разница между колье, ожерельем и вусами? А зачем это вам? Потому что если, например, вы колье наживете ожерельем, то вы не сделаете большой ошибки. У колье элементы, из которых оно состоит, обычно к центру чуть больше по размеру, чем те, которые к концу. У ожерелья элементы, из которых состоит ожерелье, обычно одного размера на протяжении всего диаметра. А, это саки, да, вот любила? Она, я не знаю, по-моему, она носила бусики. Ну, неважно. А бусы, в принципе, можно назвать ожерельем, при условии, что все бусины одного размера. Ну вот, а вы спрашиваете, зачем мне эта информация? А вообще бусы, они, это то, что нанизано на основании, на нитку, на леску. То есть, если бусы, в которых бусины разного размера, они уже будут не бусами называться, а колье? Ну, может быть, а может быть, нет. Тут такая плавающая вещь, да, это закреплено где-то, может быть, в документах по товароведению, но в быту, я думаю, не будет ошибкой, если вы как-то не так назовете. Ну, а длина? Длина украшения. Ну, есть ли на это мода? Ну, то есть, короче длины? Если мы говорим про мировые подиумы, то мы всегда можем найти абсолютно разные длины, и поэтому я бы остерегалась говорить о том, что в каком сезоне какая-то длина в моде какая-то нет. Всегда есть все длины. Есть ультракороткие, есть средние длины, есть длинные, есть экстремально длинные. Как-то возраст влияет на присутствие броши, колье? Это стереотип, существующий исключительно в нашей культуре, в нашем с вами обществе. Мы с вами жили в такой исторический период, в такой стране, где 70 лет людей отучали носить украшения, это было признаком мещанства, и у нас с вами немножко утеряна вот эта культура. Если мы говорим про мир, про весь, то это никак не связано абсолютно с возрастом. И сейчас мы можем увидеть украшения и броши, и бусы, то, что у нас с вами считается, для нашего с вами, ну, вы, может быть, меня помоложе, для моего поколения действительно это ассоциируется с более взрослыми женщинами. А сейчас это нет деления ни на мужские, ни на женские там, например, бусы, и нет деления по возрасту абсолютно. Все носят одни и те же конструкции, те же длинные, те же материалы. Ну, я могу сказать, что почему-то бусы как-то никогда не приобретала, не носила, но вот сейчас стало интересно приобрести, а к какому образу больше, например, подходит к вечернему, дневному, неважно. Все, тоже абсолютно нет никаких ограничений в этом вопросе. Единственное, где они существуют, это в головах людей. И нет никаких, но если есть страх, что бусы придадут лет, которых не хочется, то я бы рекомендовала их носить с одеждой, которая будет по контрасту, на контрасте по стилю, бусы в одном стиле, одежда кардинально в другом стиле. Носить на нетрадиционном способе, то есть, например, не на груди, а как сумку кроссбоди через одно плечо или как портупею, например. И комбинировать их с украшениями, с другими, тоже на контрасте, например, бусы, если они такие классические, женственные, то рядом стоит надеть какую-то брутальную, грубую цепь. Анастасия, у вас грядет лекция? Да, в это воскресенье, 19 июня, я буду рассказывать про бусы и покажу огромное количество как раз слайдов с подиумов мировых. Моя задача показать, что бусы – это очень модное украшение, и на протяжении, наверное, последних трех сезонов оно набирает обороты, вот этот тренд именно на этот вид шейных украшений. И на «Минерал-шоу» я буду рассказывать, показывать гостям, почему это так. Ну и еще один маленький вопрос про жемчуг. Почему-то именно жемчужные бусы считаются, что придает возраст или что-то что-то. Вы так считаете? Нет, конечно же, это тоже стереотип. И жемчуг не уходит, опять же, с подиумов никогда. Он всегда был там, есть и будет, а для моды тоже нет возраста. И еще раз повторю, что в последнее время тенденция такая, что стираются и гендерные границы, и возрастные границы для всех, кто носит жемчуг. Так что жемчуг тебе нужен. Жемчужные бусы, видишь? Все стираются. Мне ли, вот давай так, мне ли. Но стираются же гендерные. Спасибо огромное за то, что пришли сегодня утром. Да, вам хорошая лекция.